Друзья, рад приветствовать вас на канале. Сегодня мы будем говорить об автономности iPhone, iPad и iPod Touch, как ее увеличить, продлить на всех версиях iOS и для всех версий iPhone. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, настройки будут стандартные, простые, ничего сложного в принципе здесь нет, но на них стоит обратить внимание и если вы их будете придерживаться, вас будет очень приятный прирост для ваших iOS устройств. Первое на что я хочу огласить ваше внимание, это зайти нужно в режим состояния аккумулятора, то есть вы здесь смотрите емкость, если у вас емкость ниже 85%, ладно хотя бы, вы уже должны понимать, что вам нужно заменить батарею, в принципе эти настройки сильно не повлияют на вашу автономность. Все, с этим разобрались, погнали. Первое, конечно же вы уменьшаете яркость для определенного времени суток, убираете здесь ненужные данные, если вы не используете Wi-Fi, Bluetooth, вы его выключаете, включаете сотовые данные, либо же все выключаете, все по расположению, это основное. Пошли в настройки, опустились, заходим в конфиденциальность, службы, вот геолокации. Здесь конкретно по приложениям выставляете те, которыми вы пользуетесь, и то во время использования данного приложения. Переходим в системные службы, здесь точно так же. В принципе, оставляете только то, что вам более максимально жизненно необходимо, все. А остальное мы отрубаем, вот как у меня, в принципе, точно так же. Вот оповещение о геолокации здесь отключить, поделиться геопозицией, это чтобы отследить ваш телефон в случае потери. Вот здесь отслеживание отключаете, здесь точно так же по приложениям отключаете. Аналитика iPhone обязательно отключаете, чтобы ежедневно с ними не делиться, не было расхода батареи. Рекламу от Apple отключаете, ну и здесь, в принципе, все по этим настроечкам. Дальше, что нам нужно зайти, сотовые данные. Когда вы будете использовать сотовые данные, вы поставьте не те приложения, которые вы, в принципе, хотите, чтобы они обновлялись. Вот, то есть, использовать в интернете по сотовым данным. Вот на те приложения вы оставьте ползунки, а других отключите. Ну и основной это энергосберегающий режим, где он находится, опускаетесь ниже, аккумулятор и вот этот ползунок. Вы его так же самое можете добавить сюда в пункт управления. Вот энергосберегающий режим, это точно даст вам прирост батареи как минимум в процентов 30-40. Вот, как его поставить? Вот заходите в пункт управления, вот здесь вот находите энергосберегающий режим. Вот он у меня оранжевый, вот, но он у вас будет где-то здесь снизу. Добавляете плюсик, он появится здесь у вас вверху. Ну и все, вы сможете через контрол центр его включать, чтобы вам было удобно. В принципе, это та золотая средина, чтобы настроить именно автономность. Это убрать конфиденциальность, отслеживание, делиться данными, поотрубать ненужное приложение по обновлению, включить энергосберегающий режим, яркость. Ну и, конечно же, отключать некоторые вот из этих пунктов, которыми вы не пользуетесь. Все, этого будет более чем достаточно, чтобы вам продлить уже батарейку на процентов 60. Осмелюсь, не побоюсь этой цифры. Действительно, автономность станет больше. Ну, конечно же, если вы играете на телефоне постоянно, то это вас особо не спасет. Но на какие-то там минут 30-40 спасет. И все, ничего сложного нет, как сами видели. Очень все, в принципе, просто, понятно. Просто следуйте этим правилам, и всегда ваша автономность будет максимально для вас комфортной. Ну и также не забывайте менять ваши аккумуляторы. Если вы опустились ниже 80%, 84-5, примерно так, стоит ее заменить. И будет, опять же, все на том же уровне. Поэтому все полезные ссылки будут в закрепленном комментарии. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.